Предоставим слово Марии Игоревне, докладом Всеволода Борисовича Матвеева, клинические данные о стимуляции прогрессирования рака мочевого пузыря при малоинвазивных цистых таминах. Пожалуйста. – Большое спасибо. Уважаемые коллеги, доклад Матвеев, там где автор Матвеев, спасибо. С большим интересом мы со Всеволод Борисовичем прочитали название этого доклада и, в общем-то, по сути, трактовали это название для себя как необходимость рассказать о том, ухудшает ли, собственно, эндоскопический доступ, онкологические результаты цистоктомии при уротолиальном раке. Рак мочевого пузыря – это агрессивное заболевание, и долгие годы при мышечно-инвазивных опухолях мы выполняли операции исключительно открытым способом. Тем не менее, увеличивающаяся популярность эндоскопической хирургии и прогредиентно нарастающая частота использования эндоскопического доступа при всех заболеваниях привело к тому, что многие хирурги более комфортно себя чувствуют, оперируя эндоскопически, чем выполняя открытые операции. Поэтому, естественно, закономерным исходом этому явилось то, что хирурги, которые лучше оперируют эндоскопически, стали и цистоктомии выполнять эндоскопическим доступом. Безопасно ли это? Каковы слабые места лапароскопической или роботосистервной лапароскопической радикальной цистоктомии? Принято считать, что качество хирургии хуже, потому что хирург не может увидеть тот объем ткани, который мы видим при открытой операции, и, соответственно, может оставить клетки по краю разреза, меньше объем лимфодиссекции, особенно при использовании лапароскопического доступа. Кроме того, если моча поступит в рану, мы помним о том, что в мочи содержатся опухолевые клетки, это может привести к обсеменению всей раневой поверхности, которая имеется. Ну и нельзя скидывать со счетов высокое внутрибрюшное давление, которое способствует инвазию опухолевых клеток, собственно, в ткани, в полости таза или в области портов. Я думаю, что следующий докладчик более подробно скажет о том, может это, собственно, иметь место или нет. Давайте посмотрим, подтвердяется ли это клинически. Положительные хирургические края, как было показано в ряде нерандомизированных исследований, способны увеличивать частоту местных рецидивов, увеличить риск метастазов при уротолиальном раке в два раза и, соответственно, уменьшить специфическую выживаемость. Хотя, надо сказать, что при непрямом сравнении частоты положительных хирургических краев при открытой и роботосистированной лапароскопической радикальной цистоктомии, я позволила себе воспользоваться данными очень крупной серии International Robotic System Consortium и крупнейшей опубликованной в настоящее время серии наблюдений открытых радикальных цистоктомий. И мы видим, что частота положительных краев при выполнении открытых и эндоскопических операций при опухолях, не выходящих за стенку мочевого пузыря, составляет 0-1,5%. Это всё, в общем-то, в рамках погрешности подсчётов. Если говорить об опухолях, выходящих за стенку органа, то, в общем, складывается впечатление, что даже чаще при открытых операциях обнаруживаются положительные хирургические края при опухолях ПТ3-Т4. Если говорить о прямом сравнении частоты положительного края в единственном рандомизированном исследовании, которое сравнивало открытые роботические и лапароскопические радикальные цистоктомии, то мы видим, что частота положительных краев практически одинакова – 3,5 и 4%. И самым высоким уровнем доказательности обладают метаанализы. Был проведён метаанализ, который включил данные более 20 исследований. И три из них содержали адекватную информацию относительно частоты обнаружения опухолевых клеток по краю разреза. И здесь не было выявлено каких-либо преимуществ открытого и лапароскопического доступа, что в очередной раз подтверждает тезис о том, что неважно, чем оперировать, главное, кто оперирует. Ну что же, может быть, тогда количество лимфоузлов отличается при выполнении открытых и эндоскопических операций, поскольку мы знаем о том, что всё-таки чем больше объём удалённых лимфоузлов, тем выше вероятность того, что мы уберём микрометастазы. Соответственно, это может потенциально увеличить специфическую и даже общую выживаемость. Конечно, при лапароскопических цистоктомиях всё-таки выполнять расширенную лимфодиссекцию – несколько сложнее. Если говорить о роботосистервной методике, я, открытый хирург, вынуждена признать, что не уменьшается техническая возможность удаления адекватного количества лимфоузлов при использовании роботической техники. При сравнении результатов по количеству удаляемых лимфоузлов при открытых и роботических операциях у неотобранных больных в сериях наблюдений авторов, которых все очень уважают и часто цитируют, мы видим, что в серии наблюдений ХЕР число удалённых лимфоузлов при открытой роботической операции – 19 и 17, соответственно, и в нерандомизированном исследовании другой уважаемой рабочей группы также не отличалось количество лимфоузлов 15 и 17, соответственно, при использовании открытого и эндоскопического доступа. В рандомизированном исследовании не выявлено различие частоты удаления, простите, количество удаляемых лимфоузлов при выполнении ограниченной и расширенной лимфодиссекции при использовании того или иного доступа. Аналогично в метаанализе, в котором в 13 исследованиях была предоставлена адекватная информация о количестве удалённых лимфоузлов, было отмечено, что при использовании эндоскопической методики среднее число удаляемых лимфоузлов было достоверно больше, чем при использовании открытого доступа. Несколько неожиданный результат. Таким образом, качество эндоскопической хирургии не хуже, но, тем не менее, в очень крупной серии наблюдений, которая включила 627 лапароскопических цистоктомий, 311 больных имели все шансы прожить долгую счастливую жизнь без рецидива, а именно это были пациенты с опухолями, ограниченными стенками органа, больные без метастазов региональных лимфоузлов, у которых не было выявлено положительного хирургического края. При достаточном 46 месяцев для уротериального рака это вполне достаточный срок наблюдения, у 27 больных развелось так называемое раннее необъяснимое прогрессирование. Это почти 9% пациентов. Авторы начали разбираться, почему возникли эти непредсказуемые рецидивы. В одном случае при развитии канцерматоза брюшина имел место разрыв контейнера. Да, естественно, это хирургический брак, который можно напрямую связать с использованием эндоскопического доступа, но согласитесь, разрывы контейнеров все-таки это, к счастью, не рутинная клиническая практика. А вот при попытке проанализировать причины других ранних непредсказуемых рецидивов, единственным фактором, который влиял на результаты в многофакторном анализе, являлась категория ПТ. Других причин авторы не выявили. Тем не менее, внимательно просмотрев локализацию этих рецидивов, мы обратили внимание, что 6 из 27 больных имели истинные местные рецидивы, либо это следствие обсеменения операционного поля клетками опухоли за счет попадания туда мочи, за счет рассечения стенки мочевого пузыря во время эндоскопической операции. В сочетании с высоким внутримбрачным давлением это могло привести к появлению импландационных метастазов, или может быть нет, об этом расскажет профессор Аминитов. Может быть, это неадекватная оценка хирургического края. Все мы вполне хорошо отдаем себе отчет, что ни один морфолог не будет рассматривать весь хирургический край на всем протяжении. Он будет брать образцы из отдельных участков, но никогда мы не можем быть уверены, что там действительно не было положительного хирургического края. Надо сказать, что в хирургической литературе приводятся 4 основных идеологических фактора имплантационных метастазов. Формулировки меня лично смешат. Биологические особенности опухоли, ну хорошо, это степень иноплазии. Локальные особенности раны, которые никто не расшифровывает, но тем не менее переписывают из одной статьи в другую вот эти локальные особенности раны. Специфика иммунной системы тоже достаточно размытая причина. И то, что мне кажется наиболее адекватным. Этиологические факторы ассоциированы, собственно, с лапароскопией. Это давление и ток газа вдоль портов. И так называемый эффект дымохода. Манипуляции с опухолью, то есть просто рассекли стенку мочевого пузыря, моча вылилась в рану, опухолевые клетки попали в рану. Движение обсемененных инструментов по портам, которые, как мы хорошо знаем, могут все-таки двигаться, мигрировать, и мы можем распространять эти опухолевые клетки инструментами в зоны стояния портов. И удаление препарата с использованием неадекватных контейнеров, использование марцеляции тоже не является желательной при выполнении эндоскопических операций. На этом слайде вы видите единственный, обнаруженный мной в литературе, случай появления метастаза в порт именно при выполнении радикальной цистоктомии при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря. Задокументированный случай, опубликованный пару лет назад. Тем не менее, имплантационные метастазы в области стояния портов – редкость. В недавнем исследовании, которое объединило более 1 000, если быть точным, 1015 операций, выполненных эндоскопически при онкоурологических злокачественных опухолях, вы видите, что штучные имплантационные метастазы, из них 3 у больных уротелиальными опухолями, это были пациенты, которым выполнялись эндоскопические биопсии тазовых метастазов перед началом химиотерапии, при этом метастазы удалялись без использования контейнера. У этих трех больных появились имплантационные метастазы. Согласитесь, это несколько иная ситуация, отличающаяся от выполнения радикальной эндоскопической цистоктомии. На мой взгляд, наиболее четкое представление о том, улучшает или ухудшает та или иная методика онкологические результаты, говорит отдаленная выживаемость. При достаточных сроках наблюдения безрецидивная выживаемость пациентов, подвергнутых открытым и эндоскопическим цистоктомиям, сопоставима. Вы видите, что при сравнимых сроках наблюдения, медианных наблюдений 48 и 46 месяцев, в крупной серии открытых цистоктомий и серии эндоскопических цистоктомий, частота появления рецидива была одинаковой, безрецидивная выживаемость была совершенно одинаковой. 69 и 70 процентов, что, на мой взгляд, свидетельствует о том, что эндоскопический доступ, скорее всего, не ухудшает онкологических результатов. У нас нет доказательств того, что эндоскопический доступ – это безопасная альтернатива открытой хирургии, у нас нет адекватных рандомизированных исследований, у нас нет четких показаний к применению эндоскопического доступа, хотя, конечно, на мой взгляд, все-таки нужно принимать в расчет наличие или отсутствие выхода опкули за стенку мочевого пузыря. Залог эндоскопической онкологической безопасности – это адекватность стадирования до операции и абсолютное дублирование принципов открытой хирургии при выполнении эндоскопических операций. У нас нет доказательств, что эндоскопическая хирургия хуже открытой в отношении непосредственных онкологических результатов, а именно частоты положительных краев, и у нас есть данные о необходимости соблюдать предосторожности во время выполнения эндоскопических операций, о чем здесь уже неоднократно говорилось. Конечно, нужны многоцентровые исследования, но если мы не будем выполнять этих операций, мы никогда не узнаем, нужны они нам или нет. Я благодарю вас за внимание. Александр Константинович, я надеюсь, что я ответила на тот вопрос, который вы ставили перед докладчиками. Спасибо большое. Один вопрос, наверное. Если нет, то спасибо большое, Марина.